Встретились с Кириллом Денисовым в городе Владимир на его открытом уроке, мастер-классе. И первое, о чем хочется спросить, ваше впечатление о таком мероприятии, часто ли вы принимаете участие в таких мероприятиях и непосредственно о сегодняшнем. Само мероприятие замечательное в городе Владимир, потому что я уже много знаю о нем, оно проходит не один год уже, и турниры, и комплексная программа по развитию как дзюдо, так и просто по воспитанию, патриотическому воспитанию детей. Я считаю, что это очень хорошо, это действительно очень хорошая программа, и многим регионам тоже, возможно, нужно взять на вооружение, потому что не только должно быть спортивное воспитание в клубе, в школе, но и патриотическое. И вообще воспитать не только спортсмена нужной личности, я думаю, что у семи Смолиных, у старшего Василия Васильевича это очень хорошо получается, и это замечательно, тем более мы видим, что в этом заинтересованы и государства, которые поддерживают их грантовой программой. И на самом деле это то, к чему нужно стремиться, провести именно комплексное мероприятие, потому что одними победами, одними медалями сыпь не будешь, и общий результат от этого не получится, потому что мы должны понимать, что дзюдо больше, чем спорт, но и вообще весь спорт это больше, чем спортивные дисциплины, это форма социализации людей, детей, и действительно можно не только выиграть медали, но и делать наше общество лучше. На этом мероприятии было очень большое количество детей, желающих принять участие в Вашем мастер-классе, в Вашем, точнее, как открытый урок был больше, да, похож? Вы, первое Ваше впечатление от такого количества участников, и как, на Ваш взгляд, восприняли то, что Вы показали, и Ваше восприятие того, что было? Ну да, действительно, это больше можно назвать не мастер-классом, а открытым уроком, потому что очень было много спортсменов, причем было много юных и разного возраста, для таких детишек тяжело организовать мастер-класс, поэтому, да, будем называть это открытым уроком, но такого, наверное, большого у меня еще не было, потому что здесь действительно было большое количество, но что-то удалось им показать, кто-то действительно старался, кому-то было интересно, даже было приятно, что дети там в 9-10 лет, кто-то смотрел, хотя в этом возрасте от них тяжело добиться внимания, дисциплины, но получалось, и, в принципе, самое главное, что они поучаствовали, получили массу эмоций, и продолжат уже здесь, я надеюсь, на татане выиграть, побеждать и заниматься дзюдом. Спасибо. Теперь хотелось бы поздравить вас с маленькой такой датой юбилейной, один год, как вы стали спортивным директором Федерации Дзюдо России, новый для вас вид деятельности после завершения спортивной карьеры, ну и вот маленький как бы итог этого года, что получилось, как адаптировались к новым условиям, так сказать, вашей социальной среды, так называемой. Да, действительно, уже прошел год, это очень интересная работа, потому что, когда ты находишься в команде, там, потом я занимался развитием, там, 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 клубом, там, с турнирами, там, тоже организационной деятельностью, но это немного другое, когда ты выходишь на всероссийский уровень, то есть это было очень интересно, это было очень тяжело, потому что у нас большая страна, и во многих регионах очень много талантливых спортсменов, и очень много талантливых тренеров, но у всех разное видение развития дзюдо, даже уже не одно первенство и финал чемпионата страны проводили, мы видим, что даже у многих тренеров разное видение оценок разных бывает, то есть приходится же и в спортивной части, и в судейской, и в организационной, везде участвовать, очень тяжело, но видно, что у нас очень талантливая страна, очень много спортсменов, очень, конечно, приятно продолжать поддерживать свою сборную, причем я сам оттуда, я стараюсь, ну, знали, стараюсь создать силу своему для нашей первой команды, чтобы они полноценно готовились, так очень интересно, за свою спортивную карьеру я посетил очень много стран, теперь за свою уже функционер, работу функционера я уже посещаю очень много городов России, действительно, заново для себя открывая нашу страну, это очень интересно, наша страна очень красивая, не хуже европейских стран и зарубежных, поэтому очень, очень нравится, и очень нравится общаться с людьми, стараться помочь не только сборной, но и людям в регионах, вот, и очень интересно. Как спортсмен, вы, скорее всего, ставили себе какие-то определенные задачи, да, и цели поэтапно, как сегодня, как спортивный директор, какие задачи и цели вы себе ставите на этом помощи? Ну, конечно, самая основная цель, уже, слово популяризация уже не модно, потому что, в принципе, дзюдо многие знают в России, это развитие дзюдо, когда я приходил, мне кажется, что у нас была такая одна из проблем, что у нас сборная команда отдельно, регионы отдельно, судьи отдельно, вот сейчас я хочу, чтобы это как-то хоть чуть-чуть начало работать в каком-то симбиозе, это, в первую очередь, должно быть уважение между всеми структурами, которые есть в дзюдо, вот, и доверие друг к другу, потому что, к сожалению, в какие-то моменты где-то было утрачено, ну, к судям вообще у нас во многих видах спорта есть недоверие, но у нас замечательные судьи, и вот смотря на международный опыт, у нас одна из самых сильнейших сейчас коллеги-судь, действительно, и просто так же с региональными тренерами, то есть, они очень часто, они очень инвестиционные, очень хотят результата, но, опять же, я говорю, дзюдо не заканчивается результатом, если мы будем показывать больше уважения к нашему виду спорта и уважать друг друга, то мы просто за счет этого на очень сильной поднимемся, и наш средний уровень дзюдо вырастет, потому что, к сожалению, одна из проблем, что у нас все хотят высокого результата и забывают, так говоря, о среднем классе, но без среднего класса и наши высшие результаты будут ниже, потому что оттолкнуться снизу и улететь или оттолкнуться с середины – это для большей разницы. Поэтому у нас и многие, не многие, а все национальные команды приезжают в Японию, и там они тренируются не с национальной командой с Японии, а с институтами, со студентами, у которых действительно хороший средний класс, они не могут себя победить, например, на соревнованиях, но дать бой, дать понимание дзюдо, дать понимание борьбы – это дорогого стоит, и чем больше будет у нас хороших мастеров спорта, действительно, которые понимают дзюдо, потому что быть борцом – это одно, а быть дзюдоистом – это совсем другое, и вот мы за счет многих программ Федерации Дзюдо России хотим это понимание дзюдо расширить у людей, и чтобы у нас действительно были настоящие дзюдоисты, которые в будущем могут проповедовать настоящие постулаты дзюдо, и мы думаем, что это не только спортивная работа, но и социальная ответственность такая за наше новое поколение, поэтому будем подходить комплексно. Кирилл, и хотелось бы еще вот у вас, ваше личное ощущение, когда вы были спортсменом и когда вы стали функционером дзюдо, насколько сильно изменилось ваше восприятие понимания дзюдо, или не произошло каких-то глобальных изменений в понимании? Ну, на самом деле, пока глобальных изменений не произошло, но в первую очередь я больше стал понимать, что действительно дзюдо – это больше, чем спорт, это философия, особенно это, и мы тоже хотим за это ратуем, что видно, что есть очень талантливые спортсмены, но которые не могут себя контролировать, не понимают всего, все то, о чем говорил Загара Камна, и поэтому вот в этом направлении хочется работать и самому тоже становиться лучше, потому что, конечно, после спорта попадать в другую среду – это очень тяжело, есть разные люди, как бы, а ты привык быть спортсменом, где все четко и понятно было, во взрослой жизни после спорта все немного по-другому, но я думаю, что навыки дзюдо, понимание философии дзюдо очень пригодится в будущем, вот поэтому я очень хочу, чтобы наши именно детские тренеры, тренеры юношеские, юниорские, не только думали о результате, но и думали о дисциплине ребят, потому что когда мы хотим быть похожим на кого-то там из японцев или на кого-то, но мы всегда… Просто я был на детских японских тренировках, какая там дисциплина, а вот, к сожалению, у нас есть такая проблема, что уже юниорская команда 23 года, и прямо есть проблемы дисциплины, проблемы с поведением, это очень плохая тенденция, конечно, это сейчас популярность ММА и других видов спорта, где нет никакого уважения, и столько шоу, и какие-то материальные блага, мне кажется, это не совсем правильно, поэтому очень хотим, чтобы тренеры именно воспитывали дисциплину, уважение, уважение друг к другу, и тогда это будет просто на другом уровне проходить, вот, и будем мы думать в будущем, если это будет, насколько это будет возможно, конечно, хотим, чтобы наши спортсмены, ребята понимали, что такое… У нас есть ряд образовательных программ, мы сейчас их разрабатываем совместно с нашими тренерами, там, с мастерами, у которых есть, может быть, какие-то обмены опытом с другими странами, было бы очень интересно, но… Хотим развивать именно звездов, не только спортивную, но и в целом, больше массовость, идти в массу, потому что уже многие видят, ну, я думаю, эти видят тренера, и это для меня, по крайней мере, очевидно, что, чтобы достиг большого прогресса, важны не только олимпийские медали, важен комплексный подход, как к массовости, в философии, так и в спорте, конечно. Спасибо, Кирилл. Хочется, чтобы вы немножко рассказали об еще одном, так сказать, экспириенсе, да, так называется, в вашем опыте, который произошел где-то порядка двух, да, чуть больше двух лет назад, а вы единственный на сегодняшний день российский дзюдоист, который снялся для популярной онлайн-площадки, первой такой онлайн-площадки образовательной, которую создала компания «Файкинфилмс», и немножко расскажите, как происходили съемки, как это произошло, что вы вдруг попали на эти съемки, и ваши личные ощущения? Ну, да, когда меня изначально пригласили, конечно, было очень волнительно, неожиданно, потому что лично я вырос на этих фильмах, на обучающих материалах от Коги, от Уда Квелманса, мой один из самых, ну, я думаю, для меня самый лучший чемпионат мира, это чемпионат в Бирминге, в 1999 года, где я знаю там все категории наизусть, и было очень неожиданно, но и с большой радостью поехал туда, чтобы поучаствовать в этом проекте, это было интересно, плюс это было в Бристоле, это была Западная Англия, вообще мало, что знал в Западной Англии, поэтому было интересно съездить посмотреть и побывать на этой легендарной студии. Сами съемки, конечно, проходят на очень высоком уровне, потому что ребята это подрядчики IGF, очень профессиональные, все было, они настолько знают дзюдо, и вот, например, подготовка к этому фильму у них заняло порядка четырех месяцев, то есть они сказали, давай, мы хотим увидеть это, 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 помнишь ты эти схватки там, то есть я им написал, что я помню, что есть, они это все обрабатывали очень долго, постоянно были на связи, а помнишь это, мы еще вот тут, оказывается, нашли, даже, может, какие-то я уже схватки забываешь, они нашли вот здесь, это было здесь в том, собрались, ну, и очень хороший получился, мне кажется, материал, потому что мы с ними хорошо поговорили, они задавали такие интересные вопросы про карьеру, про соперников, это было здорово, и, ну, тяжелые съемки, на самом деле, они проходили по 8 часов в день, под софитами, то есть там, мы два раза кимоно меняли, потому что просто насквозь мокрое, как будто тренируешься в бане, хоть это и показываешь, ну, и, конечно, всегда хотелось показать на максимуме, то есть, приходилось врубаться, где-то ребята их, где-то ребята тоже не понимали, приходилось им объяснять, показывать, особенно, когда работали над элементами action-reaction, то есть, без борьбы очень тяжело поймать реакцию в отработке, это нужен либо готовый спарринг-партнер, либо это нужно делать в борьбе, но нашли, им очень понравилось, но, к сожалению, и уже мы с ними договаривались делать даже ряд выпусков в From Russia With Love, но вот пандемия началась, прям через месяц началась полтора пандемии, мы думали вот об этом проекте, но, надеюсь, в каком-то время мы вернемся к этому и продолжим, потому что у нас есть заинтересованности, в принципе, у меня, как у спортивного директора, тоже есть желание, чтобы в будущем наше молодое поколение могло воспользоваться всей этой большой библиотекой, то есть, там, и сейчас форматы подписки, и посмотреть, поучиться, есть очень много, многому чему, и, наверное, тем более, дзюдо, как спортсменом, так и тренер, можно учиться всю жизнь, это очень интересно, потому что дзюдо нет никогда шаблона, есть, оно такое, настолько вариативное, как говорят судьи, никогда не бывают одинаковые схватки, они все разные, поэтому, когда говорят, одна и та же оценка за один и тот же прием, а прием всегда разный, и падение тоже, также и здесь, я думаю, что им было бы здорово в будущем продолжить сотрудничество с этим, причем эти ребята, они настолько любят дзюдо, это удивительно, потому что я был в клубе города Бристоль, это маленький зальчик, и там занималось всего порядка 50 человек вместе со взрослыми, и это тоже, но этому клубу больше 50 лет, если не ошибаюсь, и это удивительно, потому что у нас все привыкли, что, чтобы был клуб, нужно больше, выше, сильнее, а там просто люди занимаются дзюдо для себя, и, может быть, это тоже какая-то настоящая любовь к дзюдо, что они идут на работу, или до работы, или после приходят, занимаются своими любимыми видами спорта, это тоже одно из направлений дзюдо, которое тоже мне очень нравится, и там зал такой с духом, с культурой, очень здорово. И в завершении нашего разговора я бы хотел, чтобы вы что-то пожелали сегодняшним и будущим последователям дзюдо, кто придет заниматься, или кто уже занимается, какие-то слова на путстве, как от человека, от дзюдоиста, который любит очень дзюдо? Ну, я думаю, для ребят, которые молодые, кто еще борется, кто будут бороться, все равно у всех желание побеждать, поэтому самое главное, наверное, это никогда не останавливаться, уметь переживать неудачу, но это, я думаю, что все эти основные принципы дзюдо, если ты 9 раз упал, 10-й надо подняться, и все равно. У нас, ну, удачнее, чем в боксе, если в боксе получил нокаут, нужно долго восстанавливаться, а здесь мы можем оттряхнуться, и идти дальше с новыми силами, с новыми мыслями побеждать, ну, и, конечно, вообще, достигая какой-то уровень в мастерстве спортивного, нужно не забывать достигать какой-то уровень в своем самом совершенстве, не как личности, я думаю, это очень важно. И, в принципе, просто заниматься дзюдо, стараться понять, как можно больше, как можно шире. Для каждого дзюдо все равно будет своем. Спасибо, Кирилл, и, уважаемые дамы и господа, мы беседовали с Кириллом Денисовым, спортивным директором Федерации дзюдо России. До новых встреч!